МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Хороший плотник или плохой террорист? Зачем пенсионеру грожал рязанским гипермаркетам? Оперативно сработали. Сотрудники охранного предприятия задержали вооруженного грабителя и рассказали о служебных буднях. Ожившая сказка о бабайке. Он влезал в окна, топором убивал домочадцу, садился на велосипед и ехал искать новую жертву. Самой обсуждаемой темой недели, пожалуй, стало задержание записочного террориста. Спецслужбам 10 раз пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей городских гипермаркетов, в числе которых глобус, лента, нити и магнит на улице Новоселов. Кто бы подумал, что автором записок с угрозами окажется обыкновенный рязанский пенсионер? Буквально в январе мужчина отпраздновал 60-летие. Подозреваемый объясняет свои действия крупными долгами и заложенной квартирой. Нарушители общественного спокойствия поместили под арест, чтобы не бросал лишний раз записки в окна магазинов и не общался с подельниками, если таковые есть. Этот факт предстает выяснить. Добавлю, что задержанный ранее не судим и на медицинском учете не состоит. Прошли времена, когда за охрану общественного порядка и покой граждан отвечала только полиция. Сегодня немалая заслуга в этом деле принадлежит частным охранным предприятиям. 3 февраля напарники одного из них, как обычно, заступили на смену. А уже после обеда отважно защищали женщин от вооруженного грабителя. Тревожная кнопка сработала сначала на улице Циолковского в Ямском пассаже, но застать грабителя, несмотря на оперативность, не удалось. Не прошло и 15 минут, как пришлось ехать на второй сигнал тревоги. Злоумышленник сначала заглянул в мебельный, а затем в парикмахерскую и был совершенно уверен, что наличие оружия отразится и на стрижке, и на платье. Мы туда заходим, он стоял к нам спиной. Нам ничего не оставалось делать, потому что мы по ориентировкам знали, что он вооружен. Мы ему сразу руки заломили, наручники надели, и следом на помощь пришла полиция. Вызвали потом ППС, дежурную часть. Быстро отреагировали, задержали, спасли этих женщин, скажем так. На тревогу на тот момент три минуты. Мы за три минуты после звонка прибыли на место. Частные охранные предприятия Центр безопасности на рынке услуг с 2006 года. В практике бывало разное. Но наши герои Андрей Чапаев и Дмитрий Приданцев волнуются, словно у школьной доски, и смущаются, когда речь заходит о наградах. За оперативность и результат они получили письменное и денежное поощрение. Додвигаемся на место происшествия, осматриваем объект. Если все нормально, то докладываем, что все нормально. А если нет, то принимаем меры к пресечению. В одной команде они оказались около года назад. От выбора напарника, говорит их руководитель Сергей Чуваков, зависит очень многое. Некоторые бывают, скажут, Сергей Викторович, я с ним не хочу работать, потому что он такой-то. Мы стараемся, во-первых, уяснить причину, почему он такой. Если искать ему, на имею в виду, другого напарника, или водителя, охранника, или старшей мобильной группы. Важно, какой напарник? Конечно. Говорят, в разведку не пойдешь. С этим пойдете? Пойдем, пойдем, с этим пойдем. За 2012 год у нас было 62 задержанных за административные правонарушения. Но это не так, конечно, много, может быть, с Рязанской области. Но основная задача нам охрана объектов. Таких объектов несколько сотен, начиная от киосков, распечатей, торговых палаток, заканчивая крупными торговыми центрами и банками. Система видеонаблюдения, контроля и учета доступа, мониторинг подвижных объектов. Плюс техническое обслуживание всей этой махины, по-другому и не скажешь. Это организация, которая входит в Центр безопасности. Одна из организаций занимается производством средств охранной сигнализации, разработкой новых систем. А это святая святых предприятия. Доступ только сотрудникам. Вот это у нас, я имею в виду, так сказать, мозг и сердце. Это у нас пульт централизованного наблюдения нашей организации. Сюда стекается вся информация о сработке на охраняемых объектах. О срабатывании кнопок тревожной сигнализации. О сигналах по пожаре. Зрительный сигнал дополняется звуковым, чтобы оператор не пропустил ничего важного. Если объект некорректно снимается с охраны, об этом тут же становится известно. Сегодня много услуг связано с транспортом. Можно защитить свой автомобиль от угона или проконтролировать служебный. На автотранспорт ставится GSM-контроллер, который передают на место положения, место парковки, место стоянки, период стоянки, вплоть до расхода ГСН. Что пользуется особым спросом у организаций, предоставляющих услуги инкассации, грузоперевозок или такси. Это система передачи сигнала. Система передачи ЛАРС на левом компьютере, система передачи МИРАЖ на среднем компьютере, а вот правая, как я ранее говорила, это автопоезд, то есть слежение за автотранспортом. Также у нас подразделение имеет на вооружении разрешенное служебное оружие и боевое, и ограниченного действия, ну как мы в простонародье называем, травматическое оружие. Поэтому в штате полноценная дежурная часть, оружейная комната, которая стоит на охране круглосуточном. Дежурная часть – это прежде всего техническая поддержка подразделений. В штате 8 машин. Три машины у нас техническое обеспечение осуществляют по Рязанской области, да даже по всей России. И Москва у нас тоже в наших интересах. И 4 машины находятся на постоянном дежурстве. Все они оборудованы системой автопоиск. На постоянном дежурстве в каждом районе города находится мобильная группа реагирования. Если ситуация сложная, подключается резерв. Вот наша организация входит во все структуры в Рязани и Рязанской области, которая организована нашим охранным сообществом. Это единая дежурная часть, мы туда входим. И координационный совет при начальнике ОМВД. Тонкости работы охранного предприятия не перечесть. Чем крупнее клиент, тем шире предложение. Удачный альянс технических новинок с проверенными кадрами и гарантирует ту самую надежность. И, что особенно приятно отметить, не забывают поощрять своих. Все-таки даже самая передовая техника бесполезна без человеческого фактора. Слухи о том, что в Куйбышеве объявился серийный маньяк, поползли весной 1969 года. Старухи у подъездов рассказывали леденящие душу истории. Будто то тут, то там, в частном секторе, стали находить изуродованные тела людей, женщин и детей. Понятно, что слухи были сильно преувеличены, но почва для их основания все-таки была. В городе действительно объявился серийный маньяк. Это было похоже на ожившую страшилку о бабайке, существе, которое заберется ночью в дом и утащит непослушных. Таинственный монстр действовал именно так. Он залезал в открытые окна, жестоко убивал домочадцев, насиловал женщин, а потом нередко поджигал место преступления. С детства этот парень, участвуя в различных драках, хулиганствах, неоднократно доставлялся в милицию. Покушение на жизнь народного дружинника, кражи со взломом, поджоги. Как известно, другие будущие маньяки до начала основной деятельности тоже баловались спичками. Первое преступление он совершил в отношении дежурной трамвайного депо. Он ворвался в плавках с ножом в руке в будку, где работал дежурный. Пытался ее изнасиловать, нанести удары ножом, но женщина оказалась не робкого десятка, оказалась сопротивление. Имя преступника Борис Серебряков родился в Чечен-Ингушетии, служил в армии, поехал в Самару, тогда это был город Куйбышев, к своей сестре. Устроился работать на местный завод. Он обладал смешанной русско-восточной внешностью, худощавым телосложением и буйным характером. В пьяном виде поднимал руку на коллег по работе, на случайных людей в общественных местах, за что неоднократно задерживался милицией. Родственникам и даже родной матери приходилось терпеть его кулаки. Но что характерно, при малейшем сопротивлении со стороны жертвы или при появлении разъяренных мужей свидетелей, тут же убегал без оглядки. Преступник разработал удобную манеру действий. Он понял, что даже сильный человек ничего не сделает, если застать его врасплох. Первое убийство, тройное, он совершил с 27 на 28 апреля 1969 года. Забрался через окно в комнату одноэтажного общежития. Это было старое общежитие барачного типа. Там проживали семьи рабочих. Так вот, он ударами кирпича убил хозяина квартиры, его жену. Серебряков не пожалел и ребенка, пятилетнего сына хозяев. Три жизни за 135 рублей и дешевые часы. Когда следователи прибыли на место происшествия, они оторопели. Даже огонь не сумел уничтожить того, что пережила эта семья перед гибелью. Стало известно, что буквально на следующий день семья собиралась отправиться в отпуск. Но собранного чемодана следователи не нашли. Предположение, что его забрал преступник, вскоре подтвердилось. Вещи были найдены в одном из ближайших парков, но вот самого злодея никто не видел. И это странно, ведь чисто теоретически мужчину с увесистым предметом в руках должны были заметить. Когда на допросе следователи будут спрашивать о мотивах, преступник спокойно заявит. Меня никто не искал после первого преступления. Никто не заподозрил после второго. Стало интересно, сколько это может продолжаться. Через год жертвами маньяка стали мать и дочь. Они, кстати, выжили. Чуть позже пенсионерка и ее молодая квартирантка. И вот что примечательно, следователи заметили. В обоих случаях изнасилованию подверглись именно старшие женщины. Бабушке, например, было 70 лет. После этого о происходящем знал уже весь город. Как не пыталась советская власть подавить народную гласность теоретическими выкладками о том, что преступность может существовать только на гниющем капиталистическом Западе, но не в чистом бесклассовом обществе, которое на самом деле было очень даже классовым и породило многих великих маньяков. От Сливко и Михасевича до Чикатило и Анопринка. А тут как раз были выборы в Верховный Совет, и народ уже вышел на улицы и заявил, что голосовать не будем, пока не поймаете маньяка. 22 мая создают специальную следственно-оперативную группу, а по ночам улицы частных секторов патрулируют отряды народных дружинников. Но это не помешало Серебрякову нанести последний кровавый удар неожиданно на другом конце города. Преступник зарубил своим топором целую семью – родителей и двух маленьких детей. Дом тоже поджег. При осмотре одного из мест происшествий нашли ключ от велосипедного замка, с помощью которого можно было замок велосипеда фиксировать. И пришли к выводу, что этот ключ мог оставить убийце. Преступник не знал о найденной улике и спустя трое суток на велосипеде с топором наперевес отправился в поисках очередного дома с открытым окном. Наконец, отряд дружинников и убийцы встретились. Началась погоня, не уступающая сценарию остросюжетного фильма. Серебряков бросил велосипед, заскочил в один из дворов и спрятался в кабинке уличного туалета. Пригласили хозяин дома, стали осматривать всю эту территорию, там сараи. И вот дружинник с этой группы, он открыл туалет и в это время получил удар кирпичом по голове. Ситуация осложнилась, пытались его задержать все, но он все-таки сумел убежать от всех, скрыться и заскочить на подножку проезжавшего поезда. Повторить опасный трюк дружинники не смогли. Преступник был уверен, что ушел от погони, но в последний момент сам загнал себя в мышеловку. Он спрыгнул с движущегося состава на территорию завода «Прогресс» и не учел одну существенную деталь. Забор предприятия был поставлен на сигнализацию. В доме преступника нашли немало вещей, которые он украл или снял со своих жертв. Когда в зале суда огласили приговор, смертную казнь через расстрел, присутствующие аплодировали стоя. То же самое было в случае с Чикатило. Серебряков написал несколько прошений о помиловании, но был казнен в Сызранской тюрьме в 1971 году в возрасте всего лишь 30 лет. Кстати, в этом же году начнет убивать известный серийник Михасевич. Это к слову о том, что следователи и сегодня не сидят без работы, так что будьте осторожны. Итог подведем словами британского дипломата. Не ожидайте, что мир будет выглядеть светлым, если вы не снимаете темных очков. Мне бы хотелось, чтобы вы извлекали уроки, а не слышали только негатив. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин